МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто из нас хотя бы раз в жизни не умудрялся простудиться летом? Многие, возможно, считают это напасть исключительно зимней. Поспешим не согласиться. Данные статистики свидетельствуют о том, что на летние месяцы приходится почти пятая часть всех острых респираторных заболеваний. Причины – ледяные напитки, мороженое, кондиционеры. И, как следствие, ОРЗ. А к нему в придачу насморк и кашель, от которого зачастую не удается избавиться несколько недель. Здравствуйте! В эфире программа «Осторожно, импорт». Ранее наши выпуски касались продуктов питания, одежды, игрушек. И зачастую в программах звучали комментарии врачей. Но сегодня их будет куда больше. Ведь речь пойдёт о сиропах от кашля. Мы собрали самые компетентные мнения специалистов. И расскажем о том, как обезопасить себя от ядовитых муколитических средств. И принимать препарат, который будет лечить кашель, а не заглушать. Кашель очень неприятный симптом. И достаточно трудно найти недорогой и эффективный сироп, способный избавить от него всего за несколько дней. Несмотря на то, что симптомы кашля часто схожи, лечить его нужно по-разному. В отличие от горьких таблеток и скучных ингаляций, сироп принимать – одно удовольствие. Главное замечательное качество такого средства – сладкий вкус. Эта особенность делает сироп едва ли не единственным методом лечения кашля у детей. И производители этим пользуются. Нередко аллергия возникает на само действующее вещество, которое содержится в составе лекарства. Но производители знают, что охотнее детки принимают лекарства с цитрусовыми и клубничными вкусами. При этом при производстве сиропа они используют красители, ароматизаторы, консерванты именно с этими вкусами. Так вот, цитрусовые и клубничные сиропы – они самые аллергенные. Так во Франции Агентство по санитарной безопасности запретило врачам назначать детям до двух лет сиропы от кашля. Лекарственные препараты, уверены специалисты, небезопасны для малышей. Слишком много респираторных осложнений выявилось после приема сиропов. Буквально пара ложек от харкивающего средства отправляла детей на больничные койки. Как ни парадоксально, сиропы, которые призваны нас лечить, иногда могут оказать не совсем ожидаемую реакцию на организм. Могут быть проявления покраснения кожи, отек глаз, отек носа, губы, могут быть зуд кожи, появление красных выпуклых пятен на коже, может быть даже одышка и свистящее дыхание – это как приступ астмы. Может быть, хрипота и свистящие хрипы, осиплость голоса – это проявление стеноза гортани. Самым редким, к счастью, но самым тяжелым проявлением аллергии на сиропы – это может быть анафилактический шок. Он возникает вследствие резкого падения артериального давления после приема определенного аллергена. Препараты, которые запретили выписывать детям, содержали ацетилцистеин. В больших дозах он может приводить к легочному кровотечению, нарушению функции печени и почек. Кто оказался в опасности и где теперь сбывают весь этот объем запрещенных в Европе лекарств? Возможно, в России, считают эксперты отрасли. В России продажа лекарственных средств давно уже является хорошо налаженным бизнесом, где главное – это извлечение прибыли, а не забота о здоровье пациентов. Сильное лобби фармацевтических компаний в нашей стране не позволит даже вынести на повестку дня идею о запрете использования отхаркивающего сиропа от кашля для детей. Кроме того, российский рынок наводнен не только некачественными, но и поддельными лекарствами. Многие препараты вообще можно приобрести в любой аптеке без рецепта врача. Пугающие факты, но помогут ли они разобраться во всем этом разнообразии? На нашем фармацевтическом рынке как минимум около 50 наименований сиропов от кашля. Некоторые принимать можно только по рекомендации и рецепту врача. Но часто, чуть простудившись, люди сами назначают себе лечение. И ведь выбрать есть из чего. Сиропы у нас более 20 видов представлены в аптеке. Стараемся постоянно следить за ассортиментом, чтобы все виды сиропов у нас были, которые существуют у нас на рынке. Самостоятельно назначенное лечение не всегда безопасно. В Индии после 30 лет успешных продаж запретили популярный сироп от кашля. По мнению экспертной группы, содержащиеся в нем хлорфенерамин, молиат и кодеин представляли опасность для здоровья. Высокая цена не всегда показатель действия сиропа. То есть бывают недорогие сиропы нашего производства, допустим, казахстанского имеется в виду, что очень хорошие, эффективные. Из этих сиропов я могу, например, назвать сироп солодкого корня, сироп девесила. Действенные сиропы производят на нескольких заводах. Один из них находится в Актобе. Натуральное средство, проверенное временем и людьми, эффективно работает. Подходит при не очень сильном кашле на начальных стадиях заболевания. Преимуществами этого средства является низкая токсичность для печени и почек и доступная цена. Основным направлением деятельности является производство лекарственных средств. Целью выпуска лекарственных средств является обеспечение самыми необходимыми отечественными лекарственными средствами, требующего качества в достаточном количестве и по доступной цене. Начали наращивать мощности, ведутся сейчас переговоры. Вроде бы заинтересовались Япония, Китай и Россия заинтересовались нашей продукцией. Тем более мы получили сертификат GMP в феврале этого года. И теперь мы можем выйти на мировой рынок в страны дальнего и ближнего зарубежья. В 2010 году в своем послании народу Казахстана президент Нурсултан Азарбаев говорил о необходимости создания базовых условий для эффективной системы лекарственного обеспечения. Тогда глава государства ставил задачу поднять в нашей стране производство лекарств до 50%. Следовательно, импорт в фармацевтическом секторе снизится в разы. А пока Айгерим Костаубаева очень внимательно изучает все надписи на бутылочках в аптеках. Все прописанные сиропы от кашля ее детям вызывали аллергию, перепробовали от самых доступных до дорогих. Результат был один. Сегодня в аптеках очень много разновидностей сиропов. В основном продается импортная продукция. Моим детям многие сиропы только усиливали кашель. Весной моя дочь очень сильно болела. Врач прописал несколько сиропов от кашля. После их употребления кашель не прекратился. Более того, появилась аллергия, сыпь на теле и зуд. Мы сделали анализ крови, в результате чего выяснилось, что дочке противопоказаны такие сиропы. Вылечить удалось только уколами и физиотерапией. На лечение с осложнением ушло два месяца. Кстати, преимущество отечественных сиропов в том, что им не нужно ослаблять аллергическую реакцию, снижая тем самым отёк слизистой бронхов, так как реакцию они практически не дают из-за минимального количества составляющих. Большое значение мы уделяем внимание экстракту корней солодкого корня. Экстракт солодки фармакопийной, высокей степени очистки, содержащей большое количество, более 14% глицеризиновой кислоты. Глицеризиновая кислота, содержащая корни солодки, а также соли, являются компонентами экстракта корней солодки и представляют значительный интерес для медицины вследствие своей разнообразной биологической активности. Экстракт широко используется в качестве сырья для фармацевтической, косметологической и пищевой промышленности. Необходимо помнить, что сильные препараты зачастую содержат не только антигистаминный комплекс, но и обезболивающие. Минусом таких препаратов является то, что иногда эти свойства бывают лишними и несут только дополнительную нагрузку на организм. Так в Пакистане после приёма микстуры от кашля скончались 33 человека. Все погибшие приобретали сироп в местных аптеках. По данным медиков, в сиропе обнаружили токсичные добавки. Была приостановлена деятельность местной фармацевтической фабрики. Поэтому нужно внимательно изучать инструкцию при покупке сиропа от кашля. А ведь порой даже самые действенные препараты не могут справиться с кашлем. Тогда можно обращаться к народной медицине. Возможно, именно она поможет побороть недуг и к тому же не приведёт никаким побочным эффектам. На этом всё. Если вы что-то пропустили, ищите нашу программу на сайте канала. Субтитры сделал DimaTorzok